Пациент с сахарным диабетом Пациент с сахарным диабетом – это обычный человек, который с момента постановки диагноза должен придерживаться определенных правил в своем питании, лечении и физической активности. Вот это три основных постулата. Больше и больше вперед идет усовершенствование продуктов, создание продуктов для диабетиков. Очень много каких-то недобросовестных, может быть, производителей, каких-то не совсем адекватно представленных продуктов, неполная информация о содержании тех или иных веществ, различных продуктов. А диабетики, они верят, они привыкли оценивать свое питание. Чистоплотность представления информации производителями – это доступность продуктов здоровых, которые не содержат каких-то дополнительных компонентов. Например, на фоне борьбы с излишним жиром в продуктах, заполнений и дополнений, не объявив это публично, для восстановления пищевой ценности, энергетической ценности и качества вкуса добавляются углеводные компоненты. И об этом никто не говорит, на этом внимание не фиксирует. Диабетики и недиабетики употребляют эти продукты и свои перспективы строят, исходя из собственных знаний, а они деформированы отсутствием информации. То есть вот это, конечно, очень большая проблема – отсутствие достоверной информации. Но я бы хотела сместить, наверное, акцент и поставить акцент не только на людях, больных диабетом, но на людях, которые могут заболеть диабетом. Это пациенты с избыточным весом, пациенты с ожирением, которые должны понимать, что сколько энергии в организм пришло, столько должно и затрачено. Все больше и больше рационального движения, мы все больше и больше используем какие-то транспортные средства. Вот очень симпатично выглядят различные велосипеды, самокаты, которые повсеместно распространены в Москве. Это замечательно, это все в ногу со временем. Но каждый раз, видя молодых людей на этом самокате, я вспоминаю, что они бы прошли пешком, потратив энергию от метро до своего места работы и учебы, и больше энергетические затраты сделали, чем они встали на этот самокат, и он их отвез до точки назначения. То есть наше инновационное развитие, развитие, которое постоянно идет по направлению удовлетворения наших хотелок. Мы хотим меньше двигаться, мы хотим побольше поспать, мы хотим побольше поесть. Наши рецепторы всегда просят чего-нибудь сладенького или жирненького. Ну вот человек, идя по пути удовлетворения собственных желаний, он очень скоро придет, к сожалению, к тому, что ожирение и сахарный диабет распространятся по миру крайне широко. Наша задача как эндокринологов, наша задача как организаторов здравоохранения, наша задача как политиков создания информационного пространства, создания грамотного медицинского пространства, диагностического блока, направлена на то, чтобы все понимали и могли оперировать своими знаниями для того, чтобы сохранить здоровье.